добрый день я рада всех приветствовать на своем канале клуб мята желаю каждому освежить свой образ о себе в своей голове потому что не важно что о нас говорят другие что они о нас думают самое главное что мы думаем о себе это является основным путеводителем нашей жизни и это является точной отметкой нашей уверенности если у человека о себе мнения нет вообще и он живет только мнением других людей то здесь я могу вас огорчить и сказать что мнение других людей не всегда может быть положительной и для этого нужно прикладывать много усилий чтобы нравиться людям и чтобы чувствовать себя в порядке поэтому очень важно изучать себя познавать себя внутри какой я на самом деле на что я могу опираться на какие качества могу опираться именно те которые есть внутри меня не внешне а который находится внутри нас и поэтому зачастую сразу видно тех людей которые не уверены в себе готов которые живут только мнением внешнего окружения их можно сразу заметить издалека я тоже не исключение исправил я точно также и по сей день тоже живу чужим мнением и даже иногда из кожи вон лезу чтобы другим понравится чтобы обо мне говорили хорошо но при этом я всегда себе напоминаю о том что я могу всем не нравится о том что я не для всех я разрешаю себе ошибаться я разрешаю себе быть не идеальной и даже отпускать тех людей с которыми мне не пути сегодня опять у меня будет непростой разбор я изучаю новое ну не столько новое это старая эта тема у меня давно актуализировалась и я сегодня готова разобрать одну серию сериала барбоскиных которая меня очень сильно задела просматривая этот мультик со своими детьми и сегодня я немножко готова раскрыть глубже эту серию серия называется мнение окружения как раз таки та тема которая у меня и назревает внутри так как у нас недавно было затмение и очень многое назрело внутри потому что данная ось на которой произошло затмение это телец скорпион последняя завершающие затмение которое началось двадцать первом году 19 ноября и по этой теме все что было после посеяно все что мы хотели проработать внутри максимально прорабатывалась эти два года причем сейчас плутон распят узлами и идет глубокое кармическое очищение на всех уровнях то что мы возьмем из прошлого что мы готовы отпустить что готовы дальше нести для того чтобы формировать свое новое будущее и немножко заглядывать поэтому для меня эта тема актуальная так как у меня и проявленная тема льва как раз таки который любит нравится и здесь я готова пересмотреть а вы готовы пересмотреть свое мнение о себе и готовы ли вы нравиться себе самое главное в жизни я для себя определила что важно нравиться самому себе когда тебе самому по кайфу рядом быть с собою когда ты можешь спокойно на себя смотреть зеркало когда ты можешь пребывать в одиночестве готов себя обнять тогда вот это вот классное состояние и тогда тебе не нужны никакие внешние доказательства когда у тебя внутри все хорошо а никогда бесконечная критика в голове все чтобы ты не сделал ты за все себя ругаешь за все себя винишь и не принимаешь свои непрошлые до события не настоящие не можешь формировать потому что все время боишься ошибаться поэтому здесь важно тоже отслеживать эту критику в своей голове потому что все происходит только в нашей голове и важно здесь останавливать себя и все-таки дать себе заботу любовь принятия все чтобы не происходило в нашей жизни это наилучший выбор который мы смогли сделать когда мы сможем посмотреть на этот выбор с благодарностью и принимать этих людей события все чтобы с нами не произошло с благодарностью тогда и жизнь становится ярче светлее совсем по-другому внутри зажигается сердце уходит боль обиды напряжение и когда ты начинаешь о себе заботиться именно даешь себе то что важно для тебя а не для других это является можно сказать таки первым толчком в нашей жизни чтобы жить итак поехали мнение окружающих плоско за накрашенные глазки петелки не ставят ну и что я и без пятерок всем нравлюсь наша прекрасная роза которая сидит и красит глаза и сестра и делает замечание что за красивые глазки пятерки не ставят до на сегодняшний день это молодая девушка все с ней прекрасно на можно сказать в цветущем до таком летнем состоянии когда до особых усилий не нужно прикладывать чтобы и так быть прекрасной потому что мы смотрим на детей на молодежь они просто сами по себе прекрасные без всякой косметики а такие какие есть естественные чистые милые ласковые нежные и здесь особых усилий не нужно прикладывать чтобы как-то себе цену набить но здесь четко я вижу когда человек в себе не уверен в своей ценности о том что он и так хорош такой даже какой он есть сам по себе он начинает себе там красить ресницы ну не в плане того что до подкрашиваться как-то внешне может быть уже потому что возрастные какие-то изменения происходят и где-то мы конечно но в любом случае эстетически хотим выглядеть приятными где-то что-то корректируем не без этого но я сейчас здесь хочу сказать о том когда интенсивно женщина начинает вмешиваться в черты своего лица когда она чересчур длинные ресницы наклеивает губы делает можно сказать таки безобразно огромными брови ну то есть настолько выделяет свои свои черты лица что они реально кидаются в лицо и ты не можешь никуда смотреть кроме того как ты изучаешь эти опухшие губы и складывается у меня всегда впечатление что сейчас это губа лопнет и насколько некомфортно в этом состоянии находиться в коже надеваться ей некуда ее как бы прокачали до таких этих точно также эти огромные ресницы которые там колыхаются насколько я не знаю никогда этого не пробовала и нету стремления мне кажется что это все чешется это очень неудобно как с этим спать как умываться но в любом случае для меня это какой-то дискомфорт лично для моего лица я особой косметику не люблю пользоваться только в каких-то ну по желанию можно сказать когда мне хочется я могу что-то там немножко себя приукрашивать либо использовать точно также как роза как инструмент привлечения до более там потому что я понимаю что в любом случае женщина которая накрашена она более привлекательной здесь скрывать смысла нету тем более когда ты подчеркиваешь и выражаешь какие-то части своего лица и в любом случае косметика блеск какие-то помады и все это в любом случае это вызывает желание рассмотреть поэтому я также как и любая женщина где-то тоже приукрашивать но я конечно осознаю и я понимаю что сейчас я хочу выглядеть возможно у меня встреча какая-то где мне хочется быть до немножко даже выше того что потому что я чувствую какую-то свою неуверенность здесь может и одежда подтягиваться хочется одеть какую-то дорогую шикарную одежду потому что без этой одежды ты себя чувствуешь некомфортно неуютно там обувь какие-то аксессуары поэтому зачастую можно видеть человек в дорогой одежде там весь настолько накрашенный где он подчеркивает все свои релизеры все это выпячивается со всех сторон короткими юбками декольте или чем-то то есть здесь можно сразу понимать что у человека ну что-то внутри недостаточно то есть если его сейчас просто умыть и снять с него все то и возможно даже мои человека я не смогу найти то есть мне будет низкий особенно если там его вытащить из его дома из его машины снять все по при курсе по при кушечке то и зачастую человека просто не окажется есть вот только вот этот шаблон в который человек влазит и тогда он проявляется и может там заявить о себе а без этого всего его нету знаю сама по себе потому что бывают такие моменты в жизни когда ты выходишь на улицу в чем-то там простеньком быстро тебе куда-то нужно сбегать и стараешься как тень чтоб никто тебя не заметил и когда ты такой наряженный весь красивый и ты идешь медленно никуда не торопишься хочется чтоб все тебя увидели чтобы все заметили как ты выглядишь прекрасно поэтому здесь в любом случае есть у каждого из нас это уязвимость и конечно да спасибо этой одежде спасибо этой косметики что действительно когда не хватает внутри этого стержня когда ты не можешь опереться на на свою внутреннюю силу на свою опору что есть это внешне и здесь конечно важно в любом случае соблюдать баланс то есть не перегибать эту палку не так что мы выходим за рамки и только в одежде мы себя чувствуем в дорогой одежде с дорогим телефоном только себя чувствуем комфортно в дорогой машине то есть здесь важно в любом случае да и оценивать себя тоже потому что я в любом случае не одежда меня красит а я одежду не домом да не то место красит человека человек а человек место в котором он находится поэтому здесь роза уже у нее она еще ребенок у нее уже сформировалась такое устойчивое убеждение что ей нужно всегда из себя выдавливать ей нужно всегда улыбаться быть красивой хочется ей этого не хочется ей нужно всегда быть на высоте то есть в любом случае она понимает что если вдруг сейчас она будет как-то выглядеть и люди заметят что допустим что-то не так с ней она сегодня не накрашена не так одета то сразу здесь начнутся вопросы какие-то будут поступать почему это происходит и соответственно естественно человек не может расслабиться он все время будет находиться в этом состоянии ему нужно все время где-то деньги добывать для того чтобы покупать эту косметику одежду там кредиты берет еще чтобы машину купить то есть соответ то есть уже получается мы начинаем соответствовать этим этой роскоши мы ей не пользуемся а мы наоборот за ней гонимся потому что это наша амплуа и роза здесь таким образом приятная красивая она зарабатывает оценки уже в школе таким образом она обеспечивает круг общения у нее поклонники и для нее это все то есть она у нее здесь как бы полный гомеостаз она прекрасна она красиво она все делает для того чтобы выглядеть красиво с родителей уже до вытрясает там эти деньги на покупку вещей и поддержание своего до вида потому что я красивая ой а кто это тебе интересно сказал все говорят это единодушное мнение окружающих и здесь есть и стра задают вопрос она утверждает что я красивая смотрится в зеркало только что она накрасила свои глазки смотрится в зеркало и то есть получается когда глазки были не накрашены я не такая была красивая а теперь вот когда себя приукрасила я красотка можно заявить честно да с утверждением что да я красивая сейчас и сестра и у нее спрашивает здесь с чего ты это взяла то есть на каком основании ты решила и здесь принципе да при нормальной адекватной оценке может сказать то но я вижу свое отражение в зеркале мне оно нравится я красиво со мной все в порядке у меня прекрасный там мозг губы глаза со мной все в порядке то есть я себе так думаю что и здесь роза сваливается в эту канаву где она говорит мнение других то есть здесь все завязано на том что они и думают другие и как только сейчас она узнает о том что есть мнение что она некрасивая здесь можно сказать одно мнение погубит все ее состояние а вот некоторым пятерки не помешает отличницы хотя бы учителям нравится и здесь происходит вот это прекрасное переключение где роза своим поведением то есть отработанным поведением она у нее уже зафиксированная что она и можно не учиться что и можно ничего не делать лишнего только следить за своей красотой и внешностью идеальностью за своей и у нее будут и пятерки и поклонники и внимание и все у него будет в порядке то допустим лиза здесь менее да по красоте является красивее своей сестры имеет немножко другие черты лица не настолько выраженные и здесь ее сестра упрекает в том что она только благодаря своим пятеркам то есть потому что у нее нету внешних данных ей приходится трудиться интенсивно чтобы именно как отличница нравится учителям ну и соответственно окружению которые хотят у нее списать здесь и могут мальчики да и девочки дружит только потому что есть возможность у нее опять же получить выгоду и здесь опять до происходит перекос то есть два положения мы видим где девочка которая у нее нету никакого развития она не занимается своим не физическим но есть и физическим занимаются развитием но допустим умственно отстает ну в плане того что в кавычках отстает что есть какая-то база и достаточно человек не развивается то есть интеллектуально я и так красивая на меня и так кидаются чё я там буду тратить время на обучение то есть вся задача человека не учиться куда-то до развивать свои способности таланты а ее вся задача для того что он беречь свою красоту внешность чтобы себя по выгодить выгодно продать потом то есть и в дальнейшем и здесь другая девочка у которой есть опять же мнение других людей о том что она как-то выглядит не так допустим мнение ее сестры я думаю что тут есть мнение сестры и и семьи мнение о том что она допустим на фоне своей сестры немножко да не такая то есть другая имеет свои индивидуальные особенности то здесь для того чтобы заслужить внимание родителей внимание учителей и своего окружения ей приходится интенсивно работать то есть здесь тоже происходит перекосы где человек работает да развивает свои способности не для того чтобы заниматься в удовольствии что-то изучать а для того чтобы опять же нравится другим то есть два разных метода когда отличники зарабатывают внимание вот этой бесконечной до до тебя доводя до нервозов до истерик и можно сказать таки я сколько сталкивалась в своей жизни не всегда конечно это не 100 процентов но в большинстве случаев я видел эти люди которые закончили с медалями школы они не могли реализоваться потому что то есть у них все силы были накоплены чтобы там создавать для себя в школе вот с одноклассниками в семье вот это вот положительное до мнение о себе и потом их круг так и остается они общаются только с этими отличниками носа со своими одноклассниками зачастую с мамой больше общаются потому что дальше они не могут выйти там уже они теряются потому что только здесь же есть накопленный опыт я отличница и здесь я знаю то есть они в любом случае будут возле меня то человеку трудно выйти из этой клетки точно так же как и роза красотка здесь у нее руки не связаны то есть она здесь будет наоборот искать общение больше и больше ей нужно больше поклонников здесь если если человек конечно не замкнутый в себе он может двигаться там петь плясать если будет до развивать свою еще физическую активность и в любом случае да все будут козыря стоять на красоте и поддержание здесь то есть чтобы больше собирать поклонников аудиторию вокруг то есть здесь все-таки до масштабы больше но и здесь гораздо болезни будет если вдруг начнет тело увидать не будет недостаточно будут появляться новые молодые певцы танцоры еще там актеры кто-то и все время до придет тот момент когда уйдешь ты на второй план то здесь допустим в плане этой отличницы она будет всегда на хорошем счету своих родителей она будет больше пребывать такой домашней обстановке то есть будет окражена своей норкой и не будет из нее выходить то есть здесь тоже будет такая зашоренность где человек будет не сможет стать самостоятельным то есть ему понадобится больше усилий прилагать для того чтобы раз ковырять и этот свой домик опять какой-нибудь поклонник надоели уже обхажала никому не варится и здесь у нее с розой общаются не потому что там интересно уроки расписание там или домашнее задание узнать а просто найти повод ей позвонить зная что роза слабо на допустим в обучении то здесь просто с ней поговорить и конечно роза отвечает я ничего не знаю и здесь показывает что мне звонят надоели надоели уже название будет мне я же все равно ничего не знаю по урокам и здесь ее вот это вот нервозной что надоели что я уже устала говорит о том что как ей это приятно как ей нравится что все у нее спрашивают что все хотят с ней общаться и ее здесь замечают как способную хорошо обучающиеся возможно да и учителя есть ставят хорошие оценки она тоже там умеет с ними ласково щебетать красотой блистать где-то там активисткой является то есть такое тоже не исключение то здесь конечно лиза лиза да начинает завидовать своей сестре потому что практически никаких усилий не прикладывает здесь есть и внутренняя обида что вот она в одной семье родились я не красивая допустим а сестра родилась прекрасная со всеми качествами то есть ей там немножко глазки подкрасила и с ней все в порядке то мне допустим нужно прикладывать много усилий и не факт что да я дотяну до ее уровня то есть это внутреннее непринятие такое какой ты есть и да и не надо всем нравится и не нужны эти тысячи миллионы поклонников допустим у меня будет два-три друга один мужчина в жизни и в принципе достаточно зачем то есть вот это вот желание всех покорить то есть всем нравится для чего для какой цели и здесь эта девочка не осознает она из зависти пишет своей сестре записку что роза некрасивая чтобы немножко ее притопить пыл и при этом самой внутри почувствовать вот это удовлетворение от ее боли когда она прочитает эту записку что ну вот и мы с ней теперь на равных и немножко ей так отомстить ну прямо отбоя от них нет хоть свой фан клуб открывай так где мои тени ух ты ну вот опять кто то записку подкинул ой надоели уже со своими признаниями роза барбоскина что некрасивая ну вообще ерунда какая то это не елонда сестричка это мнение окружающих вот здесь все роза расстроилась потому что все можно сказать на этом же и заканчивается только одна какая то записочка и все можно сказать выбило всю почву из-под ног здесь не успокаивается сестра то есть очень важно да замечать что в нас другие люди хотят внушать что они хотят какие образы в нашей голове оживлять и здесь сестра не успокаивается ей нужно породить эту проблему в голове этой сестры что ну как это так вот это мнение это очень важно посмотри вот целый один человек написал записку и о тебе так думает и сестра сейчас будет делать все для того чтобы погрузить в розу свое мнение глас глаз народа не вьет хочешь сказать что кто-то считает меня некрасивый и наверняка не один может это коллективное письмо вот и здесь да можно замечать как это происходит и в жизни наши людей зачастую мы же разговариваем всегда с собою говорим всегда о себе и здесь эта девочка маленькие дети которые уже с детства учатся тому как профессионально внушать в другого человека его какие-то неспособности его какие-то да какие-то неприятные моменты проблему внушать в человека здесь ну что-то мнение одного человека это же не мнение может быть ни одного может это целый коллектив написал эту записку то есть здесь сестра не останавливается она продолжает ее убеждать в том что это записка важна очень часто можно встречать когда родители детям навязывают что ты дурак и когда ребенок говорит да да нет со мной все в порядке да нет ты дурак ну посмотри свои тетради посмотри вот учительница тебе говорит и другие говорят что ты ненормальный и человек действительно начинает задуматься в голове может правда что-то не в порядке раз вот их сколько уже обо мне так думают то есть и мы начинаем подключаться к этому внешнему мнению а тем более таких родных для нас людей как родители члены семьи партнеры зачастую можно прослеживать как это внедряется в человека и человек начинает у себя в голове эту проблему актуализировать она становится огромной становится очень много и действительно можно человека довести до такого состояния что он не будет знать что делать что он настолько поверит в эту чужую сказку и будет с ней бороться внутри может и не такая уж красавица как думаешь ласка ты собираешься постель убивать эй ты меня слышишь все кончено что случилось то неужели ты не видишь я страшная все здоровски проходит иногда на курсы приходишь раньше когда я изучала попадаешь куда-то в какую-то обучающую среду и начинают тебе внушать в голову сколько у тебя проблем и какие отношения у тебя с мамой какие отношения и как ты неправильно живешь и как ты неправильно да начинаешь говорить то что ты чувствуешь внутри и тебе в ответ ну зачастую это и с родителями, бывало в ответ тебе говорят да что ты там что ты там что ты там понимаешь в этой жизни вот я точно вижу я точно lai что ты некрасивая о том что у тебя проблема о том, что там что-то происходило, допустим, в процессе родов, что там, допустим, какие-то проблемы были по линии отца, и в любом случае они тебе передались. И здесь может ребёнок всю жизнь с этим жить, с этой проблемой, с внушённой проблемой, которая никакого отношения вообще к нему не имеет. Я столкнулась с таким случаем в своей жизни, когда человек выбрал себе на работу сотрудника, и другой ему говорит о том, что нам не подходит этот сотрудник, и начинает оспаривать, причём несколько людей подключаются и говорят, что нет, нам не подходит этот сотрудник, он нам не нравится. Мне понравился ответ руководителя, когда он сказал, да зачем вы мне какую-то ерунду сейчас рассказываете, я доверяю своим чувствам, и я вижу этого человека, который готов со мной работать, с которым у меня получится. Взаимодействие. То есть очень важно отслеживать свои чувства, что ты внутри чувствуешь. Потому что чужие какие-то, особенно проблемы, очень легко ты заходишь куда-то, и ой, а что с тобой случилось? Что ты так выглядишь? Ты что, заболела? Ты что, себя плохо чувствуешь? Что у тебя проблемы какие-то? Почему так? Давай сейчас рассказывай, что там я сейчас. Да-да-да, я так и знала. Это всё на работе там происходит. Я так и знала. Да, я тебе говорила. Я тебе говорила, что так и будет. И всё, и ты уже, даже у тебя не было никаких проблем, ты нормально себя выглядишь, и там, и всё как бы с тобой в порядке. И ты начинаешь задуматься, действительно, а что? Да-да, было такое, говорила. Да, и действительно, и что-то вот это всё происходит. И даже ты внутри выбрал этого человека, с ним как бы готов работать, взаимодействовать, а там другой начинает тебе капать. И ты утром уже просыпаешься, и ты говоришь, да действительно, он мне не подходит. Действительно, там начинаешь изъяны эти находить. То есть то, что ты видел в нём нормальное, то, что действительно созвучно с тобой, это всё забивается на второй план. И начинаешь ты искать, можно сказать, такие подлупы, рассматривать в человеке. И здесь то же самое происходит с Розой. Она утром просыпается, и всё, она уже то же самое отражение, но уже она всё действительно некрасивая. И уже здесь даже пугается Лиза о том, что так она мастерски смогла свою сестру убедить, то, что сестра ненормальная, что с ней не всё в порядке, что у неё есть проблема, и она может всем не нравиться. И зачастую в психологии, конечно, это используется очень часто. И когда я это вижу, я, конечно, очень сочувствую тем клиентам, которые попадают на крючки этих психологов и начинают бесконечно ходить, и там бесконечно начинает эта проблема. Проблема, она будет раздуваться, раздуваться в нашей голове. И чем больше этот образ будет раздут, тем больше мы будем искать выход. Потому что в любом случае все образы в нашей голове, они ищут подтверждения во внешнем мире. И всё происходит в нашей жизни дважды. Сначала в нашей голове, а потом в нашей реальности. Мы создаём такие ситуации. И, соответственно, мы будем находить подтверждение своим убеждениям. Раз я уверена, что со мной не всё в порядке, я некрасивая, что какой-то сотрудник он не такой, которым я его увидела изначально, то, соответственно, здесь в любом случае будут и оправдываться ожидания наши или других людей о нас. И здесь здорово эта картина показана, когда практически молниеносно вечером зарядилась эта тема, и с утра уже всё, человек просыпается. Всё, он уже забыл вообще о себе. Он уже находится на, сказать таки, на пальцах другого человека. Вот это новости! Кто тебе это сказал? Ой! Сама вижу! Да, здорово здесь вообще в мультике подчёркивается. Кто это тебе сказал? Удивляется Лиза. Смотрит на записку, на которой видит свой почерк и понимает, что это сказала я. Она сама удивляется своим способностям, насколько быстро она смогла внушить в свою сестру проблему и как это быстро происходит. Но на самом деле очень быстро происходит. Там раз, два, три, ну то есть на четвёртый, на пятый раз. А если это постоянно происходит, если висят баннеры везде, если везде реклама этим пестрит, что нужно там в свою жизнь что-то привнести для того, что так-то она без этого, без сока доброго, она несчастная у нас. Настолько, когда мы выпьем добрый сок или там съедим какие-то сосиски, то мы соберёмся со столом или ещё. Только это сделает нас счастливым. И человек, конечно, будет стремиться это купить. Что, почему я не могу дать себе? Я ведь теперь, сейчас несчастлив. То есть мы даже забываем о том, что у нас и так всё прекрасно. Что, да, нас какой-то внешний фактор не сделает счастливым, потому что счастье внутри нас. И самое главное здесь находить устойчивость, твёрдо чувствуя землю под ногами, немного приподнятой головой и смело смотреть в глаза собеседнику и говорить, да со мной всё в порядке. У меня отличное настроение. На работе у меня всё прекрасно. Даже если и есть у меня какие-то задачи, то в любом случае у меня всегда есть решение на них. То есть здесь важно, чтобы человек внутри имел этот стержень, чтобы он понимал, что какой он на самом деле. Даже если есть у меня какие-то там какие-то метаморфозы в моей внешности, да, я об этом знаю, ну вот как бы так есть, ну такой нос, такие уши, такие ноги, руки, такое тело, это моё тело. В любом случае я ему благодарна, что он у меня носит, что эти руки работают, что этот нос дышит, глаза смотрят. И какие бы ни были, у меня нет задачи ничего в себе исправлять. Одно единственное, что я бы хотела в свою жизнь принести физическую нагрузку и спорт. Потому что я понимаю, для меня это уже необходимость, когда нужно своё тело поддерживать в тонусе. Вот. То есть вносить те какие-то коррективы, изменения в свою жизнь. Не потому что кто-то это сказал, а потому что я чувствую внутри, что мне нужно, что я понимаю, что сейчас, да, вот я сейчас голодаю, допустим, да, на убывающей луне, я практикую голодание. И я голодаю не потому, что там это кто-то делает или кто-то мне об этом сказал, а потому что я внутри чувствую, что я хочу очиститься, о том, что я хочу дать отдых своему организму, о том, что у меня есть внутри такая задача. И кто бы что там не говорил, какое-то мнение у него есть, что вот так можно, так правильно, так нельзя, а как нужно. Нет, у меня есть своё мнение, я изучала много литературы, я много, да, экспериментировала с собой. То есть я исследую эту тему, это не остановка. Я исследую, как мне комфортно, как мне удобно. И я знаю, что для меня голод это наивысшая цель, которая есть в моей жизни, потому что, когда я нахожусь в аскезе, я чувствую себя прекрасно. У меня светлые мысли, светлая голова. Я могу себя прекрасно контролировать и могу не заедать свои истинные желания едой. Я могу действительно себе давать то, что я хочу. Потому что зачастую какие-то свои желания, которые, допустим, я понимаю, что я не готова себе это дать, потому что, может быть, я недостойна. И есть у меня, да, какие-то ограничивающие моменты. И я, ну, хотя бы еды поесть, хотя бы, ну, вот таким образом, да, заткнуть эту дыру внутри, то, когда я нахожусь в голоде, то я четко пребываю со своими желаниями, со своими целями. Я четко понимаю, что я хочу, что для меня важно, что на самом деле я хочу сейчас, да, есть, потому что на самом деле я хочу спать, я очень устала. И, по крайней мере, хотя бы в еде взять ресурс и как-то выстоять, как-то, да, дожить до вечера, чтобы лечь спать, то, когда я голодаю, я могу себе спокойно позволять высыпаться, то есть я не заедаю этой едой полностью, да, исключаю из рациона. Поэтому здесь очень важно в себе формировать свой внутренний стержень, что ничего меня, ну, ничего, конечно, я грубо сказала, много чего есть, что меня может сотрясать. Может быть, раньше, конечно, это был легкий ветерок, который меня сносил с ног моментально, то сейчас немножко я уже в каких-то случаях, я чувствую свой стержень, и я могу опираться на себя внутри, я могу сама себя держать, можно сказать, за шкирку. То есть мне не нужны какие-то внешние факторы, даже если я не накрашена и полностью голая, я могу себя чувствовать комфортно, потому что я знаю, что вся сила внутри, а не снаружи. Все может моментально, карета превратится в тыкву. И здесь, да, еще раз отмечу способности Лизы внушать, моментально внушить, и неуверенность розы моментально, то есть нету внутри границ, нету никакой защиты, полностью она слепается с чужим мнением и дает соответствующие результаты, что ей даже жить не хочется, уже не то, что там в зеркало смотреться, ей даже всю жизнь нету просто один какое-то мнение, и все, и человек уходит, да, полностью, можно сказать, под лед. Смотри, губы тонкие, нос картошкой, еще и шея кривая! Шея-то вроде говная. Нет, кривая! То есть и здесь без проблем начинаешь в себе, действительно, да, я уже повторяю, что находить в себе эти недостатки, если там кто-то пальцем тебе указал, действительно находить проблемы, что вот там мама приезжает в гости, все нормально, семья живет и начинает говорить, а почему у вас, вашему ребенку уже полтора года, он на горшок не ходит, а почему он не разговаривает у Васи, там уже и у Лены, у них уже там и на горшок ходит, уже стихи рассказывает в таком возрасте, почему, что не так с вашим, и начинает, да, допустим, свекровь или мама там внушать в молодую семью, и начинают родители задуматься, действительно, что у нас не разговаривает, и даже начиная, ой, действительно, он с какого-то умственно отстал, и то есть и ребенок начнет, да, оправдывать наши ожидания, он и будет проявляться, что с ним что-то не так, и мы будем настолько, да, озабоченный, и все, и носа не такой, и действительно, если мы начнем, да, в человеке, да, замечать, что, да, нет, он какой-то лживый, так, сначала я его заметила нормальным, а потом мне другой сказал свое мнение, да, что он лживый, лицемер, что он может обворовать, и, соответственно, конечно, я буду находить подтверждение своему убеждению, то есть в любом случае человек начнет оправдывать мои ожидания, что, допустим, там семья, ну, женщина встретила мужчину, все нормально, и там встречается какая-то подруга, да, ты знаешь, он бывший алкоголик, и все, и здесь, понимаете, можно сказать таки, эта стена внутри рухнет, если у человека она ничем не забетонирована, то есть она не имеет четких креплений, да, ты знаешь, да, все нормально с ним, в порядке, да, я знаю эту тему, было такое, да, выпивал, сейчас нету задачи, да, уходить в эту зависимость, как бы все в порядке, но если женщина не уверена внутри, то, соответственно, она как бы даже этого мужчину и заставит оправдать ее ожидания, что происходит в этом мультике, вот четко роза, все на крючке, находится у Лизы, и Лиза сейчас будет из нее, как из пластилина, лепить все, что ей удобно, и здесь для меня почему-то вот это я образ такой, у меня сразу консультация с психологом, когда психолог сначала внушает проблему, что такая у вас огромная проблема, а потом, когда человек начинает говорить, как у меня проблема, у меня проблема, да, да, действительно, у меня проблема, да, и вот начинает там вспоминать, и эта проблема, и эта проблема, и да, да, и это было, и то было, и да, действительно, у меня проблема, и такой начинает к этому человеку ближе подходить, и говорит, да, блин, спасите меня, блин, действительно, да, я вообще раньше даже и не замечала, оказывается, у меня вот сколько проблем, и теперь, пожалуйста, да, сделайте что-то, ну, пожалуйста, сделайте что-то, чтобы спасти меня от этих проблем, как, да, и раньше ты жила, и нормально было, то сейчас всё, можно сказать, таким мир у тебя рухнул, полностью рухнул, раньше всё было нормально, и тут, конечно, да, здесь такая вот зависимость образуется, когда ты начинаешь, да, делаешь всё, чтобы это этот человек зависел от тебя, хорошо, да, я твою проблему сказала тебе, но и я же знаю ответ на эту проблему, да, в порядке всё с тобой, и уже здесь человек, да, как в порядке только что, да, там, вчера, позавчера было не в порядке, как теперь стало в порядке, то есть теперь человек не может от этого образа очиститься, то есть он всё, у него в голове это всплывает, всплывает, и здесь уже можно, да, вот здесь Лиза, как, допустим, молодой такой психолог, только у него первые несколько консультаций, она сама в шоке, что вообще происходит, и вообще, что я там, да, наработала, что теперь, как, как, мне, да, всё в порядке, всё в порядке. Ужасно! Не хочу этого видеть! О, ну, классота, это не самое главное! Зато у тебя фигула красивая! Зачем я фигура? Да, здесь любые, да, средства на войне хороши, нужно теперь, потому что здесь, можно сказать, такие состояния истерики, у человека могут возникать панические атаки, и если, допустим, психолог, да, когда действительно поднимает какую-то проблему внутри, то здесь это в любом случае огромная ответственность лежит на тебе, да, как на психологе, потому что ты действительно подрываешь какую-то, там, корневую основу, то тогда здесь нужно уметь эту планку, да, вести до конца, то есть человека выводить из этого леса, раз ты уже начал это делать, да, и если действительно для этого есть основание, то есть если действительно это подкреплено основанием, и, конечно, здесь человек может встретиться и с паническими атаками, истериками, здесь и, да, как бы сплошь и рядом суицид может быть, вот на данный момент, роза жить не хочет, то есть она практически, да, да, что у него сейчас в голове, неизвестно, что она сейчас пойдет в окошко, выпрыгнет, то есть вот до такого состояния можно довести, поэтому очень важно, когда ты начинаешь актуализировать какие-то задачи у человека, ты должен понимать, насколько он готов с ними справиться, то есть здесь и задача психолога удерживать, да, когда не только человек на своем ресурсе едет, но когда и ты его держишь, да, когда здесь ты присоединяешься, можно сказать, к нему и помогаешь плавно выходить, и здесь роза неопытная, она понимает, что она запустила этот процесс и ей нужно, да, как-то лавировать здесь, она начинает, ну да, ну да, ну может там ты некрасивая, но с фигурой у тебя все в порядке, то есть начинает переключать ее внимание, то есть чтобы из этого состояния, что-то, да, в ресурсное, допустим, в регрессе так делается, да, используется такой момент, когда ты подводишь человека к его какой-то там, да, накопившейся действительно сильном напряжении в теле травме, и для того, чтобы, да, человек, да, он когда, я сама по себе знаю, как участник регресса, что когда ты действительно можешь впадать в такие прям, ну, тяжелые состояния, и здесь очень важно, с кем ты работаешь, чтобы человек тебя смог исцелить, да, в этой, в этой ситуации и вывести тебя в ресурсное состояние, чтобы ты смог где-то подпитаться, потому что насколько ты готов пребывать с чужими, ну, так сказать, в кавычках, с соплями, да, истерики, мы же не знаем, как человек отреагирует, и поэтому здесь тоже, да, вот этот внутренний контроль, он очень важен, и здесь роза пытается его выдерживать, то есть она пытается каким-то образом перенаправить розы внимание в ресурсное состояние, и как-то ее вытащить из этого болота, в которой она, да, вот здесь четко проигрывается сначала в болото, а потом из болота вытащить. Не нужна мне теперь никакая фигура, о, раз я такая страшная, то пусть буду еще и толстая, не мешай мне фигуру портить, все равно я никому не нравлюсь. Что ты, лозочка, ты ловишься, тебя вообще все любят, и дружок, и гена, и малыш, и я. Да, здесь действительно на самом деле человек, который не готов, особенно когда, допустим, выстрадана консультация с психологом, когда реально человек готов работать, конечно, такого не будет, он не будет скатываться в эту ямку, а когда зачастую проблема просеяна, когда у человека все классно, ты его встречаешь такого классного, и просто ему говоришь, да что там, блин, да проблемы же у тебя. То есть, когда у человека нету внутри задачи работать, то, соответственно, вот такой вот будет результат, когда ты, можно сказать, насильно человека заставляешь, да, окунуться. Может быть, и проблемы реально есть они, да, эти, но человек не готов с ними работать, его и так все устраивает. И здесь вот это, да, истерики, панические атаки, страхи, самобичевание здесь включается, где, да, Лиза ищет, да, не может там, допустим, начинает искать, да, готова себя уничтожать. Люди начинают пить, есть, в какие-то зависимости уходить, в какие-то ситуации. То есть, человек, ему хочется вырваться, конечно, из этой ситуации, поэтому очень важно в работе, я, да, как специалист, я всегда замечаю, с кем я работаю, и что, когда человек там с бухты-баракты говорит, да, вот у меня там что-то есть, ну, там, давайте мне быстренько помогите. Да нет, я, конечно, не работаю. Зачем? Потому что я понимаю, потом будет такой результат, а я не готова быть нянекой. Я готова работать с теми людьми, которые действительно готовы работать и пребывать со своим состоянием, пребывать со своими выборами, со своими ситуациями и честно работать с ними, на них смотреть. И я готова оказывать эту поддержку, то есть я готова быть рядом. Но не так, когда ты кого-то там встречаешь, внушаешь, и потом ты не знаешь, что делать, уже и психолог на панике, что там вообще, да, происходит. И непонятно у того клиента тоже, что с ним происходит. И здесь начинаешь ты, ну, вспомни, ну, у тебя же есть семья, у тебя же дети, мама, папа, ну, тебя любят, ну, ты что, очнись, ну, давай, давай. Как-то, то есть, как говорится, опять любые методы. Это не считается. Вы родственники. Родственники и страшных любить могут. Да, здесь обесценивает Роза, то есть вот у неё всё, её прёт на полном ходу, она обесценивает всё, что родственники и так её любят, за то, что, ну, как бы, родственники деваться некуда. Такое безвыходное положение, куда же деться, придётся любить. Что является здесь тоже, да, вот это вот завязывание рук, что принимайте меня таким, какой я есть, ну, а что я вот ваш родственник, ну, что, да, то есть здесь. Происходит вот это самоуничтожение, самобичевание, и когда ты начинаешь ещё и родственников обесцениваешь, то окружение, которое действительно тебя может любить, искренне, чисто к тебе относиться, с любовью, ты обесцениваешь это, типа, вообще ничего не значит, мне только значит мнение тех людей на улице. И здесь вот эта неблагодарность, она тоже может выливаться очень больной, такой неприятной монеткой. И тут, да, человек зачастую начинает, конечно, в такой ситуации, когда и так всё тяжело, и он начинает впадать в эту вину, начинает сама себя уничтожать, начинает себя ругать, ненавидит ещё больше. И здесь, конечно, тоже важно пребывать с этим, и это нормально, да, понимать, что, да, я действительно себя ненавижу, что я свои поступки не принимаю. И для этого тоже есть место в работе, когда мы начинаем работать, и, конечно, это то недовольство собой, оно здесь может обнажиться. Оно здесь может, можно сказать, таки вспыхнуть этой искрой, и здесь важно пребывать с ним тоже, да, и здесь разрешать быть и этому. Потому что пока мы не увидим истинный свой выбор, мы не сможем выбирать. Как только я увидела, что я на самом деле себя ненавижу, что я себя ругаю, бичую, критикую, только тогда я смогла понимать, что я так больше не хочу. А как только я жила в иллюзии, что, да, у меня всё классно, у меня всё нормально, да, нет, я себя люблю, и можно вина дорогого выпить, но я же себя люблю, и можно там пожрать какую-то еду, которая там столько вреда приносит, но я же себя люблю, я же из любви это делаю. То есть, а когда я действительно поняла своё отношение к себе, что это совсем не любовь, что это просто заедание, что это просто вот эта вот ненависть, которая там внутри кипит, она не находит выхода. То есть, я просто её заедаю, и как только человек столкнётся со своим реальным отношением, что, да, я разрешаю себе, я готов пребывать с этим лицом к лицу, что я себя ненавижу, что, да, я к себе испытываю такие неприятные чувства, что, да, действительно, моя внешность меня, по сути, сейчас здесь происходит, да, раскрывание истинного отношения к себе. И что здесь делает Лиза? Она приносит ей там какие-то побрякушки, говорит, ну, надень, да, ну, вот как раньше ты делала, не смотри, да, на себя, на истину, а вот, ну, украсть себя, и всё, как раньше было в порядке. Конечно, когда мы начинаем раскрывать внутреннее своё состояние, то, естественно, ну, уже прикладывать туда ликопластырь, да, приклеивать, когда уже там рано, можно сказать, вскрытое, но вообще смысла нету, то есть здесь нужно идти до конца, с этим пребывать и понимать, а как я могу о себе реально заботиться, что действительно я хочу на самом деле, что для меня важно. Ведь действительно какие-то вот такие вот побрякушки, они становятся вообще ненужными, то есть, ну, я и так нормально выгляжу, то есть здесь должно прийти внутреннее принятие себя такой, какой ты есть, да, ну, вот такой, какой я есть, ну, чтоб не выпрыгнешь со своих штанов, ну, как бы ты там себя не украшал, как бы ты нет, ты снимаешь эти вещи, и ты снова остаёшься с собой наедине, куда бы мы ни пошли, мы везде с собой берём себя. Да, и здесь вот и платья, и косметика, и вещи зачастую, да, вот мы когда чувствуем эту внутри свою неуверенность, мы бежим в магазин, и мы покупаем, мы себя одеваем, но внутри всё равно нет удовлетворённости, то есть это всё вещи как-то вот, ну, там мимолётно дают вот эту вот внутреннюю, как бы немножко поддержку, но в любом случае, когда у тебя уже вскрывается эта тема, своё истинное отношение к себе, здесь важно пребывать к нему, и здесь важно понимать, что вот я такой, какой я есть, и я в любом случае прекрасен, то есть в каждом из нас есть свои какие-то индивидуальные качества, свои и какие-то особенности внешние, и таланты свои, которые у других нету, то есть у нас мы, конечно, больше похожи, чем мы разные, но в любом случае в каждом из нас есть своя изюминка, и может быть этот мой нос, да, и мой там цвет лица, да, допустим, моя пигментация, она является изюминкой моей, и да нет у меня задачи её прятать, но вот есть и есть мои какие-то внешние несовершенства, и слава Богу, они есть, и это говорит о том, что я живая, и смысл их прятать, то есть от себя в любом случае я ничего не спрячу, в любом случае я знаю такая, какая есть на самом деле, да, я могу внешне там что-то дорисовать, могу что-то приклеить, доделать, да, там мы можем себе всё, что угодно, но в любом случае, особенно мне нравятся эксперименты с макияжем, где девушка там, ну, в обычном состоянии себя там приукрашивает, переукрашивает, ну, хорошо, придёшь, ты умоешься, в любом случае твой партнёр увидит тебя реальную, и здесь и ты себя увидишь реальную, так, а смысл какой в этом, во всём этой маске, я не знаю, то есть для меня, конечно, я, ну, у меня всегда такое было, не только сейчас, я всегда, да, мне что-то не нравилось, да, я чего-то там в зеркало не смотрела, там чего-то избегала, но плавно я училась любить себя, просто потихонечку, понемножку любить себя, и здесь, и когда действительно ты доходишь до такого момента, когда ты понимаешь, что, да, с тобой всё в порядке, и даже без этих вещей ты можешь нормальным быть, и вполне нормальный и ты, и вокруг тебя окружение, то есть в любом случае со мной всё в порядке, у каждого из нас есть какие-то морщинки, какие-то прыщи, какие-то недостатки внешние, то есть мы все не идеальны в том и есть, а плюс в том, что, да, все мы там и пахнем, и какие-то запахи выделяем там, и происходят очистительные в нас процессы, не без этого, поэтому как-то себя преугрышать, что этого у меня нет, но это такое кукольное состояние, нет, у меня задачи такой нет, я хочу быть живой, и я хочу, чтобы во мне протекали процессы, нормальные процессы, и пребывать с людьми теми рядом, которые тоже понимают эти процессы, это нормально, вполне ничего здесь постыдного нету, и спокойно об этом говорить, без всяких фантиков. Да, и здесь вот действительно такое раскаяние оппонента, где он признается, что это была, да, моя ошибка, он не может справиться, выхода другого нету, понимает, что здесь нужно как-то разруливать, и здесь берет на себя ответственность, говорит, да, действительно, это была моя игра, на самом деле этого нету, как бы все в порядке с вами, да, вставайте, выходите, и все нормально, вы живы, все живы, все нормально, нету никакого мнения, и может быть, да, какие-то там ситуации тоже их нету, на самом деле они придуманы. И здесь насколько Роза уже озадачена этим, что она даже не может в это поверить, что на самом деле, ну как, нет, да есть же вот все, вот как вот это слепание четко, да, когда ты уже говоришь человеку, что да нет, да все нормально, все в порядке, и он уже там, допустим, идет уже в другое место, и к другому психологу приходит и говорит, вы знаете, у меня есть вот эта, вот эта проблема, и ты начинаешь спрашивать, а вообще на основании чего вы пришли к таким выводам? Ну вот мне там сказали, вот, ну вот-то я и сама уже это вижу, и ты начинаешь за голову хвататься и думаешь, о господи, вообще что происходит, какие проблемы, да, нет, да все в порядке, просто нужно немножко себя изучать, работать с собой, и все классно, и плавно выходить, ничего пребываете даже с тем, что есть, то есть вообще абсолютно нормально жить, и даже идти, да, в проработке, в нормальном, можно сказать-таки продуктивном состоянии принимать эти трансформации, не какие-то убийственные, а принимать их с легкостью, легко, и расти, развиваться в них. Роза, смотри, тут записки, видишь? Давай, издевайся над бедной страшной розой. Да нет же, вот, смотри, на обратной стороне, ты просто недочитала. Оп, и здесь можно тоже, да, заметить работу, опять же, да, сам, когда ты работаешь сам с собою, насколько новые убеждения слабее старых привычек, насколько здесь она возвращается в свое привычное состояние, зачастую бывает человек, да, и в психологии, я сама с этим столкнулась, у меня была такая ситуация, когда я начала работать с собой, и потом я не справилась с этой ситуацией, и для меня действительно очень было болезненно идти, я сделала все, чтобы выйти из терапии, и как быстро привычный уклад меня засосал обратно. Прекрасная, божественная и незабываемая. Роза Барбоскина некрасивая, а прекрасная, божественная. Ах, и незабываемая. Ой, ну прям надоели эти поклонники. Спасибо тебе, сестренка, за поддержку и за украшения с косметикой. Вот роско, воображала! И я даже, можно сказать, таки и забыла о том, что действительно, да, есть то, что... Но в любом случае образы в нашей голове, они начинают прорастать, и я, конечно, не остановилась. Я и сейчас, я и вот, ну сейчас уже на протяжении многих лет, я замечаю, как тогда очень быстро мной овладело снова то состояние, в котором я пребывала. Но внутри я уже чувствовала этот дискомфорт, я уже понимала, что есть другое, что есть реально другое, что есть моя сила, что есть мои возможности. Я стала искать себя. Я стала искать себя и двигаться к себе. Я стала понимать, что действительно какие-то чужие руки в моей голове мной управляют. Я стала это замечать. Я стала замечать эти руки. Я замечать стала эти чужие мысли в себе. Очень важно отслеживать и важно иметь свою стержневую основу. Не все здесь, конечно, было полезным. Не все является аксиомой. Но в любом случае я рада быть полезной. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!